Всем привет! С вами Газиза Варахима, и сегодня мы бы хотели рассказать про жизнь наших студентов с Назарбаф интеллектуальной школы. Сегодня с нами президент Назарбаф интеллектуальной школы Марат, его помощник Боте, и просто очень умная и очень-очень-очень классная девочка Руай. Именно те ребята, которые доказывают тот факт, что поколение сегодняшнего дня значительно отличается от поколения наших родителей, даже, я могу сказать, что нас, потому что то, чем занимаются сейчас они, это просто иногда сводит человека с ума, насколько они мотивированы, насколько они имеют свою цель и насколько они не ленятся к ней стремиться. И Марат, поделись, пожалуйста, своим экспириенс в школе, почему ты решил стать настолько активным, как ты к нам пришел? Как я пришел в TG Group? Летом я очень хотел заниматься IELTS, так как у меня было свободное время, и по советам Руай я сюда пришел, и очень-очень даже рад, что пришел. Ну, вот, если про себя рассказать, то я учусь в 12-м классе на Забарфе в виртуальной школе год назад. У меня тоже в это время была суматоха в школе, так как школа только открывалась, и ученики только-только друг друга узнавали, и в этой суматохе решили выбрать президента. И, как говорили учителя, мы набираем лидеров-лидеров, то есть Забарфе, интеллектуальная школа, она уже собрала таких отобранных ребят, то есть с разных школ, с КТЛ, со 165-го лицея, с РФМШ, НИШ, получается, собрал отличных, замечательных ребят, и из них мы еще отбирали, получается, в евре по голосованию выбрали меня. Чем была твоя зимынка? Не знаю, но, как мне самому уже говорили, то что больший плюс был в том, что когда в предвыборной речи я говорил на двух языках, на русском и на казахском. Когда я прочитала про одну девочку, которая улучшила на 2 балла у вас, и меня это очень заинтересовало, и все лето я собирала свою группу. Вы их одноклассник, всех уговаривала, и вот мне очень понравилось то, что вы объясняете каждую секцию по отдельности и даете очень нужные советы. После того, как я пришла к вам, я готовилась к ритингам с Ольгой, она не очень нравится, она классная учительница. И она объяснила каждую стратегию, как это находить, и после этого я даже спокойно сейчас читаю newspapers на английском, книги спокойно читаю, именно благодаря этим стратегиям. Чем тебе вообще запомнился наш центр? Ваш центр мне запомнился тем, что все тут очень умные. Например, даже учителя, они спокойно разговаривают на английском, у них нет никаких там запинок. Я когда искала себе центр другой, чтобы готовиться, там я видела многих учителей, которые сами английский не знают, но пытаются преподавать, а тут все все знают. До этого я всегда думала, что поступить в Voxva это вообще невозможно. Но после того, как я пошла на один мастер-класс, я уже передумала, я сейчас ставлю цель, что, возможно, я подам свои документы и Voxva. Ну, как уже говорили, я ученица Назарбафенки актуальной школы. Ну, у нас есть свое школьное самоуправление. Ну, всегда во всем стараемся принимать активное участие, участвовать, организовывать все. Я не знаю, очень нравится самой все вот это делать. Вот от такой работы не устаешь, а наоборот. После учебного дня идешь на собрания наши, там, концерты устроить и просто сама отдыхаешь. И вот эта атмосфера после того, как ты сделаешь что-то, когда все радуются, все прошло так, ну, хорошо, гладко и сама как-то хорошо себя чувствуешь. Пожалуйста, расскажи о своем результате, расскажи о баллах, о своих баллах по секциям, что тебе помогло. Я просто поставила себе цель вот за лето, хоть как-никак, но сдать IELTS. Ну, хоть, ну, не знаю. Потом все лето, ну, как начало лета мы искали курсы вот с Маратом. Ходили мы где-то 5-6 разных офисов обошли, каждому ходили. Но все равно было что-то не то. То нас не очень так встретят, то там ждали очень долго, очень разные ситуации. Потом в школе мы сидели, смотрим, а Руай делает домашнее заводание. Потом спростили, а она сказала, вот, два за два. И потом Марат пришел на пробный урок, и он мне позвонил, говорит, вот, два за два, TG-групп, очень понравилось, давай сюда ходить. Вот, типа, полезное, спикинг, вот, не знаю, вот эти структуры, шаблоны, как-то техники разговорного спикинга. Раньше я думала, что спикинг просто говорит все, что думаешь, и все. А оказалось, совсем не так, не все так легко. Надо тоже думать, как-то все придумывать, обрабатывать все свои ответы, мысли. И вот, рейтинг тоже, вот, как о Руя говорила, стратегии тоже помогли, потому что по рейтингу я набрала восемь. Снинг семь, спикинг шесть и пять, и райтинг шесть. Ну вот, получается, как бы райтинг я тогда к этому времени за месяц еще не проходила просто здесь курсы. Вот, сейчас мы работаем над улучшением нашего качества, над улучшением сервиса, над улучшением работы команды, над улучшением самих материалов, которые мы предоставляем вам. Что бы вы нам могли посоветовать? Так как летом, например, учеников было мало, так как это каникулярное время, а уже в сентябре я вижу, что вы набрали студентов немало, шатлы и ингрид. И думаю, чтобы каждому уделяли побольше времени, наверное, хардкорой набрать еще больше преподавателей. Ну, я бы хотела, чтобы каждый выпускник TG-групп перед тем, как знать свой IELTS, он почувствовал атмосферу самого IELTS, чтобы вы могли его отдельно взять и у него отдельно тестировать, чтобы никто ему не мешал, и только он сидел и почувствовал саму атмосферу. Там личный спикинг, все надо записывать на tape, потом объяснить все его ошибки, чтобы он готов к этому IELTS. Единственная трудность, с которой я сталкивалась, это была дорога, расширение вашего центра, действительно. Потому что, ну, вот, есть друзья, которые рядом живут, соседи, все спрашивают, куда я ходила, я вижу TG-групп. А просто тоже недалеко очень, как бы, приходится ехать. Не сомневайтесь, выбирайте TG-групп. Удачи, желаю вам большой мотивации, не сдавайтесь никогда. Не бойтесь, вы получите IELTS 8. Всем пока! Та-дам!